Значит, в прошлый раз мы сформулировали два вида знания по Платону, ну, среди прочего. Я попытался сделать общую канву историко-философию, историко-философскую, вот анксавору до Аристотеля, ну, вот в том числе и два вида знания у Платона. Первое – мы воспринимаем твёрдое как твёрдое. Почему? Потому что есть граница с мягким. Ну, и мягкое как мягкое. Почему? Потому что есть граница с твёрдым. Это аноксавор, собственно, сказал. Это нам привычно и понятно. При этом граница, например, прямая, принадлежит тому, что мы сознаём. Если мы сознаём твёрдое, то граница твёрдая. Мы сознаём твёрдое прямое на фоне мягкого. Это важно, про ремофон, это важно, я говорил уже несколько раз об этом. Это важно само по себе, потому что тема фона никем никогда, никакой феноменологии, ни гигитерской, ни позднейшей, тема фона никогда не затрагивалась. А между тем она объясняет, сама ситуация фона объясняет, ну, как бы подтверждает правильность построения. Что граница, например, прямая, действительно различает твёрдая и мягкая. Но она не может одновременно быть твёрдой и мягкой. То есть мы не можем одновременно познавать твёрдая и мягкая. Поэтому граница, когда она различает твёрдая и мягкая, то результатом этого различения является либо твёрдая на фоне мягкого, либо наоборот. Но в обоих случаях граница, например, прямая, это свойства, качества. Твёрдая – прямая и мягкая – прямая. В обоих случаях прямая – это граница качества, граница вещи, свойства вещи. То, что принадлежит вещи. Поэтому можно даже сказать, что это, как бы, в первом случае это прямая, твёрдая, а в другом случае прямая и мягкая. Это будет немножко неловко сказано с точки зрения языка, но посуществует именно так. Что это? Это восприятие. Первый раз знания – это восприятие. Потому что восприятие так и происходит. Восприятие, конечно, не бывает без души, то есть без формы. Мы опять же с этого не начали. Почему мы воспринимаем твёрдое как твёрдое? Потому что есть граница твёрдого и мягкого. А форма – ничто иное, как душа. Форма полагает на душе. Ум чисто не смешан, а вот эта вот прямая, она как раз эту границу и строит. Но восприятие и дело предстоит именно так. Мы воспринимаем либо тёмное на фоне светлого, либо видим светлое на фоне чёрного. Такова природа – восприятие. В восприятие формы, границы, очертания принадлежат вещам. В восприятии возникает такая ситуация, когда мы что-то видим, мы убеждены, если мы видим что-то круглое, мы убеждены, что если бы не было круглых вещей, мы никогда бы не узнали, что есть круг. Потому что форма круглая принадлежит вещам. Не было бы круглых вещей, и никогда бы не было круглых. Это не ошибка. Это не ошибка. Это природа восприятия. Восприятие действительно таково. Оно не ошибочное. Это не так. Потому что я оттолковал, помню, на этих семинарах об онтологической ошибке. Это не совсем так. Это не онтологическая ошибка. Это природа восприятия. В самом восприятии, понятное дело, ошибки нет. То есть в самом восприятии есть форма? Да, принадлежащие вещи. Разумеется, есть. Мы же видим, что черное имеет границу с белым. У меня не получится тогда, что две формы будут. Одна форма, которая мыслящая, мысленная форма. А вторая форма, как бы, она настоящая форма. Форм две будет, нет? Ну, то есть геометрическая форма, которая там мысленная, и настоящая форма круглая. И уже восприятие. Они просто разные. Да, как вы их отличишь? Ну, одна, как бы, реальная форма, вот она сама вещь, а вторая наша форма геометрической, как это выражение. Вот, о геометрической форме мы поговорим отдельно. Сегодня же и поговорим. О геометрической форме. Значит, первый род знаний – это восприятие. И еще раз, восприятие представляет дело так, что форма принадлежит вещью. Поэтому такой вот, как бы, из этого взгляда… Есть сознание, опирающееся на восприятие. Тогда это эмпиризм. Или материализм. Вот это надо различать. Я не различал, когда я говорил об онтологической ошибке, я этого различия не сделал. Потому что, мне кажется, там вы не делали две формы, форма, которая восприятие, форма, которая мыслищая, она одна и та же форма. Просто буквально одна и та же. А тут у вас, как бы, получается, что если вас отпустили форму вовне, то возникнет две формы. У вас, как бы, будет реальная форма вещь, и форма какая-то мыслищая. Да. Да. То, что форму вносит ум, это, как бы, да. Кто же еще? Не, ну ладно. Но она все равно будет другая и другая по сравнению с тем, что там воспринимается. Ну, она тоже будет прямой. Но только она будет непространственная. Она изначально непространственная, ни черная, ни белая. То есть непространственная и бескачественная. По определению. По определению данных еще Анаксагоров. И, разумеется, Платон это разделяет. То есть душа действительно вносит в данные тела форму. Форма – это, в простом случае, прямая. Форма – это нечто иное, как вы помните. Или сущность, или больше, или круг. Все это форма. И вносит не кто иное, как ум. Но восприятие – это представлено, как данное самих чувств. Если говорить в отношении ума и чувств, то восприятие – это представлено, как данное чувство. А чувство по определению, ну, как бы внешнее. То есть воспринимает предмет. Предмет круглый, и мы видим предмет круглый. Полный материализм, что ты скажешь. Но материализм – это, ну, или эмпиризм, в данном случае, все равно. Это сознание, опирающееся на восприятие. Не надо путать самим восприятием. Потому что эмпиризм – это ошибка. Потому что мышления здесь нет. Здесь просто восприятие. А мышление принципиально вторичное. Ну, как положено эмпиризмом. Сначала вижу, потом думаю. И второй род знания. Вот мы поставили прямую между твёрдым и мягким, между светлым и тёмным. И у нас получилась твёрдая прямая и мягкая прямая. Мы сравниваем их. Мы их сравниваем. И получаем что? Получаем в качестве общего примизну. Потому что чёрная прямая и белая прямая в качестве общего имеют прямое. И эта прямая не чёрная и не белая. она просто прямая или прямизна. Она и не общая. Это просто одна и та же прямая. Совершенно верно. Вот это очень существенная и справедливая мысль. Это одна и та же прямая. Ну и в этом смысле она как бы общая, да, но это одна и та же прямая. Мы видим... Общая не в смысле того, что генерация не дошла обобщение, а просто одна и та же прямая. Одна и та же прямая. Но хотя это одна и та же прямая. Действительно непространственна, тождественна и бескачественна, но она невозможна без вещей. На это существует несколько соображений. Первое соображение в случае я уже высказал, потому что первый род знания, твёрдое как твёрдое, чёрное как чёрное, он первее. Чтобы было что-то иное или большее, должны быть очертания. Сначала нужно увидеть чёрное как чёрное, потом белое как белое, а потом сказать, что это нечто и иное. Но если первый род познания по существу первый, не в моём изложении, а сначала он, а потом уже форма как таковая. По второму роду познания что происходит? Мы сознаём, что твёрдое и мягкое, прямая, это одна и та же прямая. И тем самым мы познаём форму как форму. Мы познаём форму как форму. Уже не принадлежащую вещам. Уже не чёрную прямую, не белую прямую. Не чёрную на фоне белого, не белую на фоне чёрного, а прямую. И теперь даже всё равно, она твёрдая или светлая. Прямая, прямая, точно. Рады и чушь могут быть каким и угодно. Здесь, как говорит Платон, душа познаёт не посредством тела, а познаёт сама. Но при этом что происходит? Первый род познания – это восприятие посредством полагания границы. Но при этом граница себя не осознаёт как граница. То есть она считает себя принадлежащей предмету. Она не осознаёт себя положенной разуму. Это первый род познания, он, повторяю, безошибочно. Сам по себе. Второй род познания – это осознание восприятия. Вот передо мной твёрдая прямая и тёмная прямая. Я понимаю, что прямизна одна и та же. Хотя роды чувств разные, которые сообщают мне про прямую. Или примеры самого Платона я приводил в прошлый раз. Два звука и два света. Одна и та же двойка. Хотя роды чувств разные. Платон прямо так и рассуждает с этим. А кто ж тогда про эту двойку знает, если нет ничего общего между зрением и слухом? Платон соглашается, только душа. Душа сама сознаёт себя как форму вещи. Вот так. Разум сознаёт себя как форму вещи. Или форма вещи соотносится с собой. Как с формой. Можно и так сказать, и так сказать. Тогда получается, что форма в душе и форма реальная – это одна и та же форма. Да. А до этого я же предполагал, что если есть реальная форма, то тогда должны быть две формы. А в первую очередь всё-таки она одна. Форма в душе и форма реальная – она одна. Получается так. Она одна. и... Но просто вы упомянули слово «геометрия», и я обещал поговорить про геометрию. Значит, почему в вещах, почему форма соотносится с собой в вещах? или разум сознаёт себя как форму вещей, а не форму, гуляющую само по себе. Само по себе. Почему? Потому что, во-первых, сначала первое род знания, то есть прямое жёсткое, и прямое мягкое, а потом уже второе род знания. Пока нет прямого, круглого, или квадратного, мы не можем сказать, что больше, что меньше, что нечто, а что иное. Никаких определений мы дать не можем. Уже это говорит достаточно о том, что в вещах. В вещах. Во-вторых, и так понятно, и мы тоже много кратно об этом говорили, любое нечто иное, если убедите все запахи и вкусы, нечто иное, как мысль, не существует. Она просто не мыслится. Нет ни вкусов, ни запахов, ни цветов. Что значит иное? Или что значит большее? Даже как мысль, она не существует. Но как-то пространство больше. Так вот именно должно быть пространство, то есть физическое пространство должно быть... Но пространство, оно же никакое чувство, а ощущение-то не доно. это вы про Канта. Ну вообще непонятно, как пространство, а вот какое-то было бы. Это ощущение пространства, или нет? Есть такое ощущение пространства? Откуда? Вот здесь мы видим пространство, или не видим его? Как будет с пространством? Потому что во многом больше и меньше связано именно не с качественными, а с пространством. Совершенно верно. Собственно, потом так и определяет пространство, больше и меньше. Когда мы говорим больше и меньше, мы говорим о пространстве. Наверное, так надо сказать, нет чистого пространства, к Кантовскому. А когда я задаю больше и меньше, и даже нечто иное, я задаю пространство. Но пространство, как отношение вещей. Я сейчас пытаюсь изложить Платона, а наше с вами правило начертания, это мы придумали. Я, разумеется, думаю, что понять прямую, значит провести вот все это рассуждение, которое мы обсосали сто раз, оно правильное, я считаю. Но у Платона этого нет. Совсем. Насколько я понимаю. Я сегодня прошерстил Платона, у него проблема построения прямой не обсуждается. Просто прямая. А в бытие тогда прямой это какое оно? Просто реальная прямая, что ли? Ну, когда я говорю, что... Есть тема такая, это бытие математических предметов в каждом существует. Ну, опять же, это вопрос геометрии, конечно. Я постараюсь к этому прийти сегодня. Уже сегодня. Но, в принципе, понимаете, когда я вижу синюю длинную прямую и красную короткую прямую, утверждаю, что это одна и та же прямая, то я мыслю прямую. Вот и все. Я мыслю прямую, образа нет. Образ будет обязательно короткий или длинный, желтый или красный. А когда я утверждаю, что большой синий треугольник и маленький красный треугольник это один и тот же треугольник, я треугольник мысли. Образа здесь нет. И это как бы понятно, с этим невозможно спорить. Когда я понимаю, что это один и тот же треугольник или один и тот же круг. Опять же, большой синий и маленький красный. Какое у меня представление? Представление обязательно будет какое-то. Я мыслю. Этим все сказано. Но для мышления, говорит Платон, нужно сравнить. Если бы существовал только один круглый предмет. Вот была бы одна круглая луна и больше ничего круглого. Мы никогда не отделили бы круг от цвета. Форму от самого предмета отделить было нельзя. Мы впали бы в восприятие, понимаете? Это что значит впали? Не в ошибку еще раз, а в восприятие. Если бы был бы один предмет, был возможен только один раз, первый. Но если есть еще что-то круглое, мы можем сравнить. И это опять-таки доказывает, что, понимаете, если бы был сущий круг, как понимает Платона, в подавляющем большинстве случаев, вообще во всех случаях, как Платона понимает, если бы был бы сущий круг, то он бы существовал без вещей. Поэтому существовала бы одна вещь, не было никакой проблемы выделить в нем круглую. При наличии сущего круга, который можно мыслить без предметов, один предмет нас бы не смущал. Но это не так. Без сравнения предметов круглых, хотя бы двух, мы не можем помыслить круг. И в отношении всех определений. Если бы существовало в мире только не одно нечто иное, просто два разных предметов, вот мир из двух разных предметов, мы бы никогда не сформулировали определение нечто иное. Должны быть хотя бы две пары. Тогда мы можем сказать и тут и тут одно и то же отношение нечто и иное. Твердое и мягкое, черное и белое. Тогда может возникнуть и сравнение этих пар, могут возникнуть понятия, вообще понятия, нечто и иное, идеи, нечто и иное. Только и сравнение пар. Если бы была одна пара еще раз, мы бы впали в восприятие, в первый раз знания. Мы ни за что не отделили бы, да, вот твердое как твердое, мягкое как мягкое, все, восприятие. Мир так устроен, что и твердое, и мягкое, имеет границы прямую. Все, смотри и чистая доска в общем. Человек прямое отражение природы. В восприятии и так дело и предстоит. Не представляю. И вторая ситуация. Когда мы даем определение. Когда мы даем определение. То есть говорим и тут и там, и с черным и белым, и с твердым и мягким, есть нечто и иное. И так же запахами, вкусами и совсем остальным. Нечто иное остаются те же сады. А так же больше бывает цветов, запахов и вкусов. Одно и то же больше. То есть восприятие изначально множественное. Условия. Восприятие изначально единичное. Восприятие изначально единичное. Если оно единичное было подход, то у нас возникло сравнение. Оно множественное. Понимаете, восприятие. Вот мой любимый пример. У воробей маленький и большой и дом маленький и большой. Если мы ограничимся первым родом знания, то есть восприятие. То мы никогда не скажем, что воробей так же велик, как дом. Я имею в виду большого воробея и большой дом. Нам даже не придет в голову сраные по выключению. Понимаете, мы сраные два воробья. Двух воробьев. И видим, действительно, один больше другого. Восприятие представляется так, что так устроены враги. И мы знаем, что существует вообще больше, потому что, вот смотрите, двойные пульс только и меньше. Мы учимся в природе. Дурак. То же самое с домами. Но нам в голову не придет с эмпирической точки сравнить большого воробья и большой дом. Сказать, что они оба большие. В каком смысле, с точки зрения восприятия. Я думаю, нам даже не придет в голову сомнение двух воробьев. То есть мы, если воробьев будем так же воспринимать как непосредственно. Мы не сможем сравнить большой и маленький воробей. Воробей того, какой есть, какого мы его видим. Если вот так воспринимать непосредственность. Это правда. Но изначально больше-меньше это идея. Но восприятие дело представляется так, что это вовсе не идея, а свойство вещи. Ну как же прямое. Поэтому мы, конечно, увидим. То есть, если бы не было души, мы бы, конечно, не поняли, что один воробей больше, другой меньше. Мы вообще ничего не поняли. Даже нечто иное это понятие. То есть, без формы это хаос. Мы вообще ничего не видим. Это чистая правда. Поэтому ум нужен и форма нужна. Но восприятие дело представляется так, что просто воробьи так устроены, что один больше другого учись о природе. Дома тоже так устроены, что один восемь этажей, другой четыре. Но сравнивать, еще раз говорю, воробьев и дома на предмет больше-меньше, с точки зрения восприятия, невозможно. Поэтому восприятие, я говорю, единично. Ну, в этом смысле, может, в другом немножко слова использовали. Ну, неважно. Важно то, что восприятие действительно единично. А когда мы сознаем форму как форму, форму как форму вещи, это уже не восприятие. Мы уже имеем в виду смысл великости. Или смысл примизны. Или мы говорим, что это один и тот же треугольник. И этот, и этот. Один и тот же треугольник. Здесь нет ни грана вещества. Это понятие. А это мы должны понять это заранее иметь или мы его из опыта тоже извлекаем? Самурожденный или приобретенный? Ну, типа того, что, как Алим Михайлович раньше говорил, что если не знаешь понятие больше, то никакого больше и не увидишь. Ну, да. Другое дело, что, еще раз, всякое определение, всякая идея существует и сравнение вещей. Получается, что понятие столь же первичное, как и восприятие. Восприятие первичное просто в одно, а понятие просто в другое, просто в первичное. Потому что без них нет, как бы, ни больше ничего такого нет. Ну, да. Да. Ну, может быть, и саму понятие, а то просто задавать понятие. Если есть понятие, то получается, что в человеке заранее уже все заложенное существует. Ну, не заложенное, а есть способность к созданию понятия. Которое не зависит от того, какое понятие создается. Больше, меньше, сравнение, без сравнения, круг, квадрат. Ничего-ничего. Это… Тут просто лежит опасность, мне кажется, разделения, как бы, на эту философию, ну, как бы, там, нашего осуждения на две части. То есть, часть, которая связана со сприятием, часть, которая связана с душой. И как их потом сочленять, непонятно. Потому что, если душа, там, как бы, она, там, отдельно, априори, там, у неё имеют свои какие-то понятия, там, негативных навеков. Как это всё сочленять? У нас же раньше как было, что понятие-то они из опыта вообще никак не существуют. То есть, они только в опыте и видятся. То есть, нельзя видеть больше абстрактно, там, больше можно видеть только в опыте. А с другой стороны, как бы, надо знать заранее это больше, до того, как ты в опыте что-то больше увидел? Видимо, это вопрос о движении от простых форм сложных. Ну, возможно, да. Видите, какая-то совсем простая форма. Но, ещё раз, этот разговор Платону не свойственен. Я зачем-то, может быть, зря, но я хочу разделить историко-философскую, как бы, часть и то, что вот мы сами вносим. Платон этот разговор в высшей степени не свойственен. Вот из первого рода знания ум вносит форму, сказал Наксавур. Слушайте, это сказали пифагорейцы, потому что понятно, что число – это форма. Но пифагорейцы не говорят об отношении ума и чувства ничего. Они просто говорят о числе, и всё. Ну, и не так важно, кто же не был первый. А Наксавур говорит ясно – есть качество – чувственное, соёное, кислое, мясное, костное. Есть форма, как ум, которая кость к кости, мясо к мясу. Вот всё. Платон добавляет, что когда кость к кости и мясо к мясу, то, во-первых, это восприятие. И тогда кости и мясо принадлежит та граница, которую, на самом деле, внесли мы. В нашем восприятии дело представляется именно так. Некая прямая, разделившая кость и мясо, делает кость. На самом деле, прямая делает кость прямой, но восприятие прямая принадлежит. Так устроена кость, что она прямая. И мясо тоже так устроено. И поэтому между ними граница является прямая. Вот кость распространяется по прямой, и мясо навстречу. Получается, граница является… Обращайтесь к мясу и кости, но не к разуму. Почему прямая, а почему кривая. Так природа устроена. Так устроен мир. Что-то прямое, что-то кривое. Что-то вообще круглого. И второй род знания. Когда форма осознает себя, как форма вещей. От вещей не отделяясь. Гегель, кстати, это прекрасно понимает в своей истории философии. Он говорит, что у Платона идея в себе от себя бытия переходит к бытию для себя. Для себя бытия. Понятно, что когда форма сама себе представляется как форма вещи, и не существует как форма сама по себе, то это в себе бытие. Это просто. В гигельской технике это просто. Платон не знает о гигельской технике, поэтому сочиняет всякие мифы о пещерах и прочее. Как Кот Баюн что-то все время рассказывает им разные истории. А гигель эту технику... Ну, суть дела, не меняет, разумеется. Но гигельская техника удобна. От себе бытия для себя бытия. Еще раз, когда форма принадлежит вещи для нашего сознания, а восприятие для нашего сознания действительно... Само восприятие не говорит, а сознание в восприятии, опирающееся на восприятие, говорит, что так устроена кость, что с этой стороны у нее скол прямой. Обращайтесь к природе. Это в себе бытие формы. А когда форма осознает себя как форму, которая, собственно, и делает кость костью, а мясо мясом, это для себя бытие формы. Это похоже на мир вещей и мир идей, как она очень трактует упрощенно. То есть есть мир вещей как бы восприятие, где, собственно, все свойства, которые мы видим, принадлежат самим вещам. А есть уже мир идей и форма для себя. Да. Но обычно, когда говорят мир вещей и мир идей, имеют в виду, что идеи болтаются сами по себе. К сожалению, в другой трактовке гигель, конечно, легко это понимает. А нормальные историки философии это не понимают вовсе. Просто никогда и никак. Даже не догадываются. Для них действительно существуют круги сущие, сущие треугольники, сущие прямые. А на самом деле что происходит? Ум действительно вещи узнает себя, вещи соотносятся с собой. Вот. Круглая луна, круглое лицо. Но все-таки получается, что и у Гегеля так же? Почему у Гегеля? Ну, так ли же и у Гегеля, это слишком большой вопрос. Но обязательно, когда вы разогнели, что ли, философии, конечно, будем говорить об этом. Безусловно. Уже, наверное, более правдоподобные. Получается похоже на то, что сначала ум проектирует себя в мире этой вещи, а потом себя в этих вещах познает. То, что он там сделал, как он себя осуществил в вещах, что он обратно все это постигает, как для себя. Вот то действительно, просто повторяю, Платон, как я перечитал в Мандалогию, это Лейбинс. Лейбинс тоже говорит, есть перцепция, а перцепция. То есть восприятие и рефлексиво-восприятие. Именно это просто Платон. Ну да. Это просто Платон. Он на самом деле понятный. Особенно, когда понимаешь, что сначала первое род знания, а потом просто его сознание. То есть сначала Анаксабор, а потом Платон. Когда это понимаешь, то действительно становится все просто и ясно. Мы действительно прямое различили. Твердое и мягкое, а потом аж либо не останешься на этом. Поэтому у Платона в пещере, которые в пещере сидят и видят тени. Они как раз живут восприятием. Они как раз живут восприятия. И мыслят от восприятия. То есть все эмпирики сидят там. Ну или просто здравомыслящие люди. Нормально человек действительно так думает, что дерево кривое. Почему оно кривое? Да потому что... Не кривое. Почему же еще оно кривое? Нормальное рассуждение. Только в мифе-то пещере, там получается, что эти сущие какие-то идеи, они преломляются в нашем мире как-то криво, косо, тенями. То есть там какая-то еще и мифология есть. Ну, да. Я утверждаю, что когда говорит о тенях Платон, то он говорит именно об этом. То есть тени вещей, это как бы те же самые вещи, но представленные как самостоятельно существующие. Я просто могу было бы это истолковать миф по-другому, сказав, что есть какие-то сущие настоящие вещи, условно говоря, идеальные настоящие вещи. А есть как бы вот то, что тень от этих вещей, то, что видит человек. Он видит уже там не настоящую вещь, а как бы так уже какое-то подобие там, похожее немножко, там, какое-то искаженное, там, тенью, перспективой, там, всякими другими вещами. И тогда как бы мир вещей и мир идей будут по-другому смотреться. Что есть как бы настоящий мир, который там видят только боги, да, там, где вещи по-настоящему, там, вещи. Есть вот наш умбогий мир, который там вот мы видим, он такой весь меняющийся, какой-то кривой, косой, короче, ненастоящий, что называется. Ну вот в мифе только так. А сам понимать, что значит настоящий и что значит тень, что значит ненастоящий, что значит тень, это наше дело. Я вот полагаю, что именно так дело обстоит, что они не кривые, не кособоки, а просто это мир восприятий. И действительно, мы люди, действительно, это абсолютная правда. Мы действительно доверяем своим восприятиям, восприятие действительно столб. Почему такой столб? Потому что он такой. А я просто его вижу таким. Как всякий человек рассуждает, и поэтому люди, живущие вот в пещере, они нормальные люди, как мы с вами. Нет, ну может какой-нибудь идеальный человек видит его идеальный столб. Ну просто в силу невозможности, то мы видим какое-то там подобие, какое-то несовершенное. А на этом же месте есть какой-то идеальный условно-добрый столб. Так тоже рассуждает. Но к этому слишком далеко возвращаемся. Мы уже давно расстались с мыслью, что есть реальные сосиски и сущие сосиски. Да, это уж совсем детское. Рассуждение. Я сто раз говорил, что даже моя любимая апостола почему-то любит так рассуждать, понимать Платона. Давайте все-таки не будем уже возвращаться к этому мифу о мифе. Так вот, форма либо в себе существует, в перцепции, либо в апостоле, в рефлексии существует для себя, но в предмете. И аргументы я привел, причем довольно сильные аргументы, действительно понятная интуиция. Но был бы, еще раз повторю, был бы сущий круг. Это уже по поводу геометрии, как вы понимаете? Нет, пока еще нет. Просто вот как бы, ну если вот думать, что понимаешь, что там нет сосисок, но может быть там есть круги. Вот был бы сущий круг, тогда была бы и только одна Луна круглая, больше ничего круглого. Ну какие были бы затруднения выделить форму от предмета, если есть сущий круг, не зависящий от предмета. Но совершенно очевидно, что этого нельзя сделать, если рядом не будет еще хотя бы одного круглого. И только сравнение двух круглых вещей позволяет, причем постоянное сравнение, собственно деятельность сравнения, действие сравнения позволяет нам говорить о круге, что это один и тот же круг, вы говорите о сущем круге, если угодно о круге как таковом, пожалуйста. Так что то же самое с нечто иное, как я уже сказал. Это определение, они тоже принадлежат вещам, но просто они принадлежат многим вещам, потому что иным может быть и твердое по отношению к мягкому, и твердое по отношению к черному. Иным. А если у нас есть единственный круг, единственная Луна, и, скажем, квадратная Земля, ну, к примеру, мы не сможем выделить линии, гранит, и потом на этом основании строить другие круги и другие квадраты? То есть является ли необходимым наличие вот именно двух круглых? То есть мы узнали множественность. Ведь по большому счету квадрат от круга, в смысле границы, ничем не отличается. И там, и там есть граница. Можем ли мы эту границу вот сказать, что она общая, что она, что она одинаковая, что она и та, что она граница. И в случае круглого, и в случае квадратного. Или нам нужно обязательно два круга, чтобы понять, что... Нам нужно два одинаковых квадрата, в случае проблем ничего. Как бы сказать, что круг и квадрат одинаковые, это как бы, ну... Одинаковые в смысле границы. Так откуда возьмется это уточнение? Ну вот я бы вот интересен, но границы там у них есть, независимо от того... Не очевидно будет, что они одинаковые? Граница у них есть, но граница им принадлежит. Получше восприятие, что... Получше, что у тебя два уникальных вещей, квадрат, и круг, и все. И как их сравнивать, непонятно. Сравнивать границы. Что они черта ограничены. Понятие границы-то образуется, но понятие отдельного круга и квадрата, наверное, это не возникнет, получается. Понятие границы может быть и возникнет. Но это будет граница, это будет не понятие, а образ границы. Образ границы. И граница будет принадлежать предмету. Одна квадрата, квадрат будет принадлежать квадратному предмету. И мы будем рассуждать совершенно искренне, что если бы не было квадратных предметов, никогда бы не узнали, что есть квадрат. Вот наше рассуждение. — У вас будет квадратная граница и круглая граница? — Да. Но потому что граница принадлежит вещам, никакое общее понятие границы, но оно тоже будет эмпирическим, понимаете, то есть принадлежащим вещам. Мы скажем, что есть разные границы, просто есть разные предметы, одни квадратные, другие круглые. Тут никакого мышления все равно не возникнешь. — Да. Можно ли вычленить отсюда общее понятие границы, и потом уже ограничивать другие предметы? В треугольнике уже понимать, что это граница. И она общая для квадрата, грамм треугольника, круга. И для этого нам нет необходимости иметь два круга. — Мне кажется, был прав. Если не будет двух кругов, мы круг как нечто самостоятельное никогда не вычленим. А тогда мы не сможем сравнивать квадраты и круги. — Нам нужна опора в виде одинаковости. У нас же нет первоначально никаких понятий. Мы уже сейчас имеем понятие границы, мы можем ее накладывать, выделять и сравнивать. — Представьте, мы понятием границы не обладаем. Как мы будем сравнивать? Нам нужен круговый круг, одинаковости. — Я и спрашиваю, может ли возникнуть в этой ситуации понятие границ? — Интересно, может или не может. Если нет, то одинаковости может возникнуть. Непонятно. — Потому что мне кажется, если мы же как-то выделяем все равно, то есть это квадрат, я понимаю, конечно, что восприятие он единственный, и он квадрат, а это круг. — Но границы-то у них все равно есть. — Но это мы сейчас знаем. А когда мы еще не знаем об границах? — Ну вот интересно, сможем ли из этого вытянить границ? — Для этого требуется такой человек, который не знает ничего, его поставить, дать ему квадрат и круги. — Сам себе интересный вопрос, конечно. Если разные предметы обладают весом, и мы находимся в ситуации восприятия, то вес мы приписываем предмету. — Вот такой предмет увесишься, этот полегче будет. — Можно ли из этого вывести, конечно, эмпирическое понятие вес? — Наверное, можно. Не знаю. Но это частная задача, согласитесь. — Хотя она сама по себе интересная, но она общего рассуждения не меняет. — Потому что все равно, если даже и вычленим, то все равно будет эмпирическое. — Все вещи имеют тяжесть, да? Все вещи при нагревании расширяются. — Это будет эмпирический закон. Вот мы смотрим, этот нагревер расширился. — Мы вывели эмпирический закон. — Это проблема эмпирических законов, я просто никогда о ней не думал. Она очень интересная проблема. Возможно ли эмпирический закон? Так, опять же, по общим рассуждениям, почему нет? Любая наука утверждает, что большая часть законов эмпирических. — А не надо иметь заранее понятие линии? То есть границы понятия заранее? — Может быть, надо. Просто я как-то не думал. Возможно ли чистые эмпирические законы? — Это хороший, на самом деле, вопрос. Или это опять очередная выдумка? На самом деле эмпирических законов не существует. Это был бы интересный вывод, только надо подумать немножко над этим. Или всё-таки нам действительно нужно... Понимаете, без больше и меньше ведь мы не различим громче, тише, тверже, мягче. — Да, но это, в общем, одинаково, понимаете? Громче, тише, больше, меньше — это всё равно одинаково. — И тяжелее, и легче тоже не различим. — То есть возникает некоторое, то есть такой кросс, этот сам. То есть мы имеем громче, тише и имеем больше, меньше. И можем ли мы сказать, что это одно и то же? Или опять же, как эмпирики, да? То есть мы, так сказать, смотрим больше, меньше — это больше, меньше. И к ничему другому это не относится. И там громче, тише — это то же самое, это своё самостоятельное. И между собой они не имеют ничего общего. А мы говорим, что это общее. То есть вот тут мы сравниваем... Некоторые разрезы, получается, сравниваем как круг и квадрат. Получается, что вот больше и меньше. Это в некотором смысле одно самостоятельное. Громче и тише — это тоже одно и то же самостоятельное. То есть это круг и квадрат. А потом мы понимаем, что и то, и другое — это одно и то же. Что громче и тише, что тише... Что больше и меньше — это одно и то же. Краница. Понимаете, к чему я? О чём я? Ну вот смотрите. Больше и меньше — это идея. Громче и тише — это идея вещи. Но это одно и то же. И там и там. Оно одинаковое. Он имеет в виду, что есть аналогии между соотношением круг и квадрат и больше и меньше, и тише и больше. Я этого совсем не понимаю. Ну а еще раз. Больше и меньше? Круг и квадрат — это форма, принадлежащая вещам. Да. А больше и меньше — это форма, не принадлежащая вещам. То есть вы говорите о конкретных кругах и квадратах, да? Ну вот мы про луну говорили, да? Ну вот да. А да, у нас в единственном экземпляре круглое. И есть нечто что-то квадратное тоже в единственном экземпляре. Да, но больше и меньше не бывает ни в каких экземплярах. Я понимаю, что больше и меньше не бывает, но у нас больше и меньше, мы больше и меньше устанавливаем... Условно говоря, одно — всегда больше не бывает. Больше и меньше — всё. Да. Ничего другого не будет. Но мы устанавливаем, ну как бы мы находим... То есть у нас есть нечто большое и нечто маленькое. Есть нечто, нечто и есть нечто, и мы поняли, что это больше этого. И само понятие «больше» в данной ситуации относится к понятию «больше-меньше». И есть звук, то есть громче-тише. И там в некотором смысле понятие «громче-тише» — это тоже свое уникальное понятие. Громче-тише. А не «больше-меньше», я считаю. Не «больше-меньше», а «громче-тише». А дальше мы уже над этим, надстройка следующая, мы понимаем, что уникальности нет. Что «громче-тише» и «больше-меньше» — это одно и то же. Это одно. Понимаете, о чем я? Ну, может быть, и понимаю. Вы хотите сказать, что «больше-меньше» — это тоже некое отношение, которое имеет смысл. Да, и относится оно только к «больше-меньше». Вот. «Больше-меньше» относится к «больше-меньше», и я как раз хочу сказать, что так не бывает. Вот. И тогда у нас получается, у нас есть больше-меньше вот это вот понятие, есть «громче-тише» — тоже свое понятие. Мы же выводим «громче-тише» и столько из этого. И вот дальше мы делаем о том, что «громче-тише» и «больше-меньше» — это одно и то же. Для этого же нам не нужно одинаково, несколько. То же самое, как круг и квадрат. То есть мы там видим круг и квадрат. А, Владимир, ну как будет вообще «больше-меньше» — это «больше-меньше»? То есть как мы объединяем их? Как мы понимаем, что это одно и то же? Вот вам такой вопрос. Вопрос совершенно по делу, но ответ, на мой взгляд, будет только такой. «Больше-меньше» не существует в отношении «больше-меньше». Потому что «больше-меньше» вне качеств, даже как смысл, не существует. Можно только так сказать. «Громче-тише» и «твёрже-мягче» — это одно и то же «больше-меньше». Даже действенное себе больше-меньше. А само по себе «больше-меньше», которое относится к самому себе, невозможно. Ну, вопрос в том, как мы понимаем, что... Как мы узнали, что «больше-меньше» — это то же самое, что «бромче-тише». И «больше-меньше». И «больше-меньше». И «больше-меньше» — это то, что «больше-меньше» — это как прямая, как возникновение прямой. То есть прямая у нас же есть, мы как бы строим прямую, у нас возникает прямая, там неважно между «чем» и «чем». Как-то отличаться должно от «твёрже-мягче». «Твёрже-мягче» — это тише, громче и так далее. Не может она отличаться. Если бы она отличалась, она была бы самостоятельной мыслью. Вот такой мысли нет. Если нечего сравнивать, понятие больше в вашей голове не зародится ни за что. Даже на мгновение. Я не понимаю, о чём идет. Представьте, что есть одни звуки. Зачем нам тогда понятие «больше-меньше» если у нас есть громчики и всё, а одни звуки? Мы только среди звуков. Там «больше-меньше» не нужно, у нас есть просто громчики и всё. Тогда мы впадем... Нет, представляете, я понимаю, что я зладно дудую. Дуду. Если бы были одни звуки, то там считали, что так устроены звуки. Что больше-меньше мы взяли из звуков. Ну, так звуки устроены. Один громче, другой тише. Как пример, мы живем в мире, только где звуки. А потом вдруг мы попали в мир, где есть твёрже-мягче. То есть больше-меньше ни одна порядка с громче-тише? Конечно, это я и хочу сказать, да. То есть уже заранее больше-меньше, как бы ни одна порядка с громче-тише. На стороне громче-тише и мягче-твёрже. Вот это можно сравнить, наверное, да, получается? Ну, вот мы живем в мире, где громче-звук. Да. И то и другой пример больше-меньше. А потом мы попадаем в мир, где только твёрже-мягче. И мы понимаем, что всё равно есть общее. Нет, это всё примеры больше-меньше. Примеры больше-тише-громче-тише, мягче-твёрже, там, и прочее. Нет, пример того, что возникает понятие граница. Граница между тем и тем. То есть возникает громче-тише и твёрже-мягче. Это одно и то же. Вот как это возникает, что это одно и то же? Чтобы плоскость больше-меньше и меньше-твёрже? Нет. Вот как мы понимаем, что это одно и то же? Грубо говоря, если мы живем... Ну, правильно. Но с точки зрения, что если мы не можем круг и квадрат сравнить, то, конечно, мы не можем сравнить твёрже-мягче. Это громче и оттише. Мы не можем сравнить на том же основании. Раз мы квадрат и круги не можем сравнивать, значит, не можем сравнивать и эти вещи. Мы можем сравнивать, но у нас получается, что это одно и то же? Потому что мы заранее знаем, что они одно и то же. Ведь это больше-меньше. Заранее знаем. А откуда мы знаем заранее? Ну, потому что мы... Это априорная идея. Например. То, что форму, которую мы уложили, она была формой больше-меньше заранее. Когда рефлексируем, мы это понимаем. То есть в первом смысле знания мы не понимаем. Когда восприятие, восприятие громче, тише там, как раз, мяч, трёшь, мы не понимаем. Что-то можно усадить. А мы рефлекси, видимо, можем. Понимаем. Так, что ли? Получается? То есть это как тракт с построением прямой? То есть мы либо видим прямую, либо потом её строим. То есть когда мы видим прямую, у нас для нас не прямая, она просто восприятие. А когда мы начинаем строить, то она для нас уже прямая. Мы не должны забывать с вами, господа, что форма различает. Форма различает по определению. То есть твёрже и мягче в уме нет. Ум только проводит границу, благодаря которой мы можем понять вообще восприятие твёрдое, как твёрдое, крючками, а мягкое, как мягкое, или глазками. Синее, как синее, и зелёное, как зелёное. Зелёного и синего в уме нет. И то же самое с большим и меньшим. Вот это твёрже, почему? А что нам твёрже? Ум придумал, что оно твёрже? Нет, конечно. Он только заничку пройдёт. А все качества в смешении, в потоке находятся. Они там и различены, и не различены. Об этом мы говорили, и ещё будем говорить. Вот видите, они там, они вне нас. И как бы больше-меньше, это тоже вот по поводу именно твёрже и мягче, понимаете? Твёрже и мягче мы не придумали. Но мы придумали, что по твёрдости это больше, а это меньше. И благодаря этому мы различаем. Не только благодаря прямой, но можно благодаря категории понятий больше и меньше. Но само твёрдое мы не придумали. И само мягкое мы не придумали. Мы только внесли порядок. По словам, что она больше и меньше. И то, что звуки громче и тише, мы не придумали. Какие-то качества сталкиваются с громким хрустом, какие-то с более тихим звоном. Все звоны, все хрусты, все это мы не придумали. Не измыслили из ничего. Нам предстоит хаос, а не что. Поэтому больше и меньше – это тоже всего лишь наведение порядка. Поэтому нельзя его сравнивать больше и меньше с твердо и мягче. С помощью больше и меньше мы различаем твердо и мягко. Но при этом это не означает, что больше и меньше существует само по себе. Оно существует лишь как отношение твердо и мягко. Да, это да, это можно. Вот так. Поэтому и не надо сравнивать, на мой взгляд, громче-тише и больше и меньше. Громче-тише оттуда, а больше и меньше – оттуда. Они сходятся, и получается нечто, как говорится Аристотель, соединенное третье. Есть материя, то есть возможность, качество. Есть форма, есть вещь, как соединенное третье. Сопряженное третье. Ну хорошо, значит, мы вот прошлый раз различили, и сегодня снова обдумали это развлечение двух родов знания. По Платону, значит, в первом случае душа познает или наблюдает, говорит Платон, наблюдает посредством способностей тела. Это твердое как твердое, мягкое как мягкое. В втором случае душа познает саму себя, и мы пытаемся понять, что это значит. Это значит, что душа в прямом твердом и прямом мягком находит в качестве общего примизну. То есть сознает себя как форму. Но не как форму, которая гуляет сама по себе, а как форму вещи, которая обнаруживается при сравнении вещей. Тогда возникает, я взял громче-тише, взял темнее-светлее, и получил больше-меньше. Взял двух воробьев, взял два дома, получил больше-меньше. То есть обязательно сравнение. Постоянное деятельное сравнение. Мы больше-меньше-то заранее знали или нет. Тут как бы такая, получается, круг какой-то. Когда нужно, мы заранее знали больше-меньше. А так, исходя из рассуждений, получается, что мы как бы как вывод получаем. Что-то сравниваем в опыте и получаем больше-меньше. Так это и опытное знание, что ли, или всё-таки как-то доопытное? Или тут дилемма, в принципе, как бы это не нужна? Какая-то, она в шуме-меньше некорректная? Доопытная? Она некорректная, потому что форма с самого начала различает. Различает качество. То есть она не существует до качества. Это совместная деятельность. Даже когда потом Аристотель скажет, что форма актуальна, а предмет становится, то есть форма уже есть, как бы, по определению. Форма всегда уже есть. А предмет всегда становится, то он тоже не предполагает, что форма уже есть, значит, она может встать и пойти. Что она априорна. В том числе, если она априорна, если предмет обязательно становится в ней. И она существует лишь как то, в чём становится предмет. В каком-то смысле форма первей, но только в том смысле, что она актуальна, то есть уже есть, равна себе. А предмет делает всё предметом. Но говорить об априорности нельзя. Под никоим образом. Ну, это похоже, как у Гегель. У Гегель тоже нет никаких априорных форм. Это точно так же. Форма участвует в становлении предметов, но никто в смысле, что там где-то какие-то есть там априорные формы, там, отдельные от вещей. Как-то у него тоже там устроено. Он как бы из самого опыта, как бы там, объединен на самом деле. Свою деятельность. Что мы как бы в этом же опыте там осуществили. По крайней мере, феноменологи духа так. На самом деле так. Там всё движение основано на том, что каждый раз в языке этой рефлексии рефлексия обнаруживает. Что же, как бы, что сознание осуществляет. Предмет. Что нас с ним делает. Продолжение следует...